До вечера пришла мне идея рассказать немножечко о мультипликации, а точнее о моем скромном опыте в Оной. Так получилось, что более полугода назад выдалось мне немножечко поработать над небольшим-небольшим мультиком. И, как бы это ни странно прозвучало, работал в нем я вовсе не в качестве. Озвучки или какого-либо музыкального сопровождения. Нет, занимался я монтажом. Для этого хотелось бы провести небольшой экскурс. Для конечного потребителя на сегодняшний день весь контент доставляется в цифре. Что немножечко, слегка, полностью убило аналоговые мультики. Что я подразумеваю под аналоговыми? В принципе, аналоговые, скажем так, технологии их создания. Убило, да не все. Как это не смешно звучит, но есть достаточно простой способ, который на самом деле проистекает от самой классической технологии. Технология это может быть относительно дешевой и быстрой. А может и не быть. Объясню почему. Мультик пишется достаточно по примитивному принципу. Что делается? Делается фон. Делается камера. Фон, как правило, стираемый. Не обязательно, но как правило. Это может быть, конечно, и большое количество листов. Достаточно больших. Но чаще это достаточно простые схематические вещи. Какие-либо без сложной прорисовки. Которую, опять же, достаточно долго пришлось бы рисовать. Иначе. И вот в этих вещах идет на запись фактически работа человека, работа художника. А потом этот художник вырезается из кадра. Что тоже достаточно просто. Просто в теории, разумеется. На практике все оказывается порой совсем иначе. Объясню. Дело в том, что перед тем, как взяться за работу, я, к превеликому моему, наверное, сожалению, не уточнил все детали. Все детали. И имел представление только от части, фактически от части только технического задания. Не взглянув на исходники и не ознакомившись с полной версией, которую на тот момент мне не дали. Но перейдем же к самому интересному. Итак, технология производства мультфильма достаточно простая. Достаточно простая. Что он из себя представляет, по сути. Художник, художница. Рисует на большой доске. Достаточно простых схематических персонажей. Достаточно какой-то простой их экшен. Естественно, рисуется это все согласно сценария. К этому сценарию есть соответствие в том, сколько какая сцена, какая отрисовка и какие анимационные действия происходят там. Что происходит по музыке в это время, что происходит помимо музыки, начитка текста, озвучка. А как я уже говорил, к ней я отношения не имел. Хорошо это или плохо. Если я не ошибаюсь, времени уже пошло прилично. И занимался я за это время всякими разными-разными-разными вещами. Так что и вспомнить тяжело. Но, по-моему, озвучка у меня уже была. А если ее и не было, то в любом случае я ориентировался изначально на посекундный сценарий. И к посекундному сценарию, соответственно, были скетчи, а к посекундному сценарию был текст. Так что его можно было даже так самому проговаривать для удобства. Но на самом деле не помню, серьезно, была ли подложка из озвучки. Но это не суть важна для этой истории. Финальный монтаж, то есть сам мультик готовый, должен был бы быть порядка двух минут. Я мог бы посмотреть в исходнике, но не очень. Интересно, честно говоря, сейчас этим заниматься. Тем более, что даже начитывая этот текст, я параллельно сейчас занимаюсь другими полезными вещами. Речь идет о двух минутах. Исходников я получил, дабы вы могли оценить сложность на, по-моему, 8 часов, может даже 9. То есть представьте себе, что из 9 часов материала можно сделать 2 минуты. Просто оцените самым, что называется классическим монтажом. Кадрик по кадрику, вырезая попадание человека в кадр, руки, оставляя каждый фрагмент каждой линии после отвода руки за кадр. И таким образом, ускоряя, замедляя, также отрезая части каких-либо моментов, мы все это приводим к 2 минутам условно. И тут я хотел бы дать уточнение. На самом деле это не является какой-то типовой ситуацией, и это не является обычной пропорцией для таких мультфильмов. Пожалуй, 4 часа из этих 8, только из сырого материала, это были сцены, которые по какой-то причине, то ли отсутствие оператора, который все 8 часов там не находился, то ли еще по каким-то причинам банально не ставились паузы и банально снимались большими целыми кусками сцены. Примерно половина это было брак, который нужно было отсмотреть, чтобы понять, для 2-х минутного ролика такого, исходник мог бы быть для этих 2-х минут и порядка часа, и меньше часа даже, если бы это делалось изначально начисто. Речь зашла в самом начале о цифре и аналоге. Такая технология является замечательным таким смешиванием классического отрисовывания на живом предмете, не на цифровом экране, не в векторах, не в растре, со съемкой, вот такой уже на цифру, а не на пленку. Но представим эту ситуацию на пленке, в эпоху полностью аналоговых мультиков, когда это все снималось на пленку и монтировалось на пленку. А дело в том, что так не снималось на пленку, делалась фактически медленная раскадровка. Если кому интересно, могут посмотреть, как производились мультики в далекие-далекие-далекие времена. Интересно, что упрощение для конечного пользователя и для творца технологий понижает уровень вхождения. Понижение уровня вхождения и повышение комфортности работы с технологиями в конечном счете приводит к такой интереснейшей вещи, что получается, что люди действительно делают 8 часов исходника для 2-минутного какого-то видео. Возвращаясь к мультипликации, могу сказать, что мультик этот я не доделал. Делал я его скорее для души. Оплата была настолько символическая, она в принципе не соответствовала никаким бокам. Потому что я в среднем беру за час работы какой-либо, вообще какой-либо. Мне было интересно попробовать сделать еще себе такое портфолио, но я плюнул, честно скажу. Я выдал первую версию, к ней захотели каких-то правок. Я сказал, до свидания исходников, я вам не дам и правок я делать не буду, ребят. Честно говоря, не интересовался за все это время, озвучили ли, или просто где-то, может, кусочком перемонтировали готовый материал, или просто все переделали с нуля, или вообще не выпускали этот мультик коротенький. Но так или иначе, с тех пор на мультипликацию меня не то чтобы не тянуло, но как-то не было желания, времени и сил этим заняться. В целом, в такой технологии даже сегодня особого смысла нет. То есть, смысл может есть, если это снимается на экран, как на подсвеченном же экране, что-то рисуется на песке, или еще в каком-либо материале, или же даже просто делается такая запись ускоренная, что-то рисуется краской на холсте. Но в целом, такая технология сейчас не особо оправдана, потому что это все можно сделать в растре или в векторе, отлично отмасштабировать на любое разрешение, изначально избавиться от всех проблем. И это будет даже стилистически похоже, потому что точно так же даже каждый персонаж, а не само движение может появляться по линии. Но, тем не менее, когда-то была такая компания Макромедия, у которой была куча всякого софта. И вот это было, скажем так, детство, мое детство. И была у меня эта пиратская программа, купленная где-то на радиорынке. Вот хотелось бы попробовать такими программами, попользоваться. И я нарисовал какой-то очень уродский мультик. На самом деле, если вот так сейчас назад оглянулся, этот мультик на флэше был, то где-то его качество рисовки, он как у легендарной пол-литровой мыши, только там было всего, наверное, секунд 30. Там стоял человечек, поджигал фитиль, горел фитиль, взрывалась бомба. Бомба взрывалась, человечек тоже взорвался. Такой вот нехитрый сюжет. Вернуться спустя такое количество времени к этому веселому занятию и хочется, и не хочется по одной простой причине. Время, 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 время. Все это требует огромного количества времени, к сожалению. Хоть ты тресни, но времени, времени нужно очень много для даже маломальской какой-то вещи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова